Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы будем делать обзор 18 главы этой книги. В этой главе всего 21 стих. Экзегеты обращают внимание на то, что в данной главе Вилдат вновь нападает на Иова. В своем первом рассуждении, это глава 8, он ободряет друга, ободряет его надеяться, что все с ним будет хорошо. А в данной главе не звучит ничего подобного. Он стал более раздражительным, этот Вилдат. И аргументы Иова не только не убеждают, а еще больше приводят его в ярость. Экзегеты также обращают внимание на то, что Вилдат резко обвиняет Иова в том, что он якобы заносчив, не сдержан и упрямо придерживается своего мнения. Об этом 14 стих. Он, Вилдат, подробно излагает доктрину о бедственном положении нечестивых и сопутствующей им гибели, который раньше придерживался. Это с 5 по 21 стих. Похоже, при этом он подразумевает жалобы Иова на свое бедственное положение. Он, Иов, оказался во тьме, в замешательстве, в сети, напуганный и спешно покидающий этот мир. «Такова участь нечестивых людей», – говорит Вилдат. «И поэтому ты являешься одним из них». То есть от утешений он перешел к нападению. И мы читаем первый стих. «И отвечал Вилдат Савхиянин и сказал, и епископ Иериней Орда пишет, упрек Иова, высказанный им так смело друзьям, за их неосновательные речи, возмущает одного из них – Вилдата. И он с ожесточением снова нападает на Иова, принимая собственное объяснение. Он говорит о приближении смерти за лучшее доказательство его иового несчастья, так как самый порядок Вселенной уже таков, что нечестивый, раз подвергшись несчастьям, не освобождается от них, но заканчивает ряд их, этих несчастий, смертью». То есть владыка Иериней Орда настаивает на том, что в понимании древних людей если какое-то несчастье в жизни верующего человека, то оно сменяется чем-то хорошим. Ну а если череда нечастей, как в случае с Иовом, потеря всего достояния, потеря семьи, кроме жены, всех детей потерял, всех дочерей, потеря здоровья, то, скорее всего, эта череда ведет к смерти, а не к исправлению, как обычно бывает, как и сказано в Библии, кого Бог любит, того и наказывает. И мы читаем 2-й и 3-й стих. «Когда же положите вы конец таким речам? Обдумайте, и потом будем говорить, зачем считаться нам за животных и быть униженными в собственных глазах ваших». Православная толковая Библия объясняет призыв Вилдата к хладнокровному, вдумчивому. Это 8-я глава, 2-й стих. «Обдумайте, и потом будем говорить». И вот его призыв к вдумчивому обсуждению вопроса мотивируется тем, что в пылу спора, в состоянии раздражительности друзья укоряют друг друга в недостатке рассудительности. «Зачем ты считаешь нас за животных и принимаешь нас за существ неразумных?» Это фраза из спора. «Предвзятая мысль о взаимном неразумении не позволяет одному согласиться с другим, мешает выяснению истины». Конец цитаты. И 4-й стих. «О, ты, раздирающий душу твою в гневе твоем!» Здесь Вилдат как бы высказывает Иову. «Да, ты в гневе, я понимаю, ты страдаешь, ты мучаешься, ты все потерял, но ты же губишь свою душу». И действительно, в христианстве уныние – это тяжелый грех. «О, ты, раздирающий душу твою в гневе твоем! Неужели для тебя опустеет земля и скалы сдвинутся с места своего?» То есть неужели твоя боль такая велика, и даже твоя смерть, твоя гибель столь значима, что прекратится жизнь на планете, скалы сдвинутся с места своего? Да нет, никто и особо не заметит. твой уход. Все твои крики, они прекратятся. То есть Вилдат обвиняет Иова в том, конечно, это несправедливо, что тот превратил как бы свою боль во что-то вселенское, общечеловеческое по своему значению. Далее с 5 по 21 стих он, Вилдат, подробно излагает доктрину о бедственном положении нечестивых и сопутствующей им гибели, который раньше тоже придерживался. То есть такие же мысли он высказывал раньше. Вилдат говорит, да, свет у беззаконного потухнет и не останется искры от огня его. То есть если ты беззаконник, то ты не имеешь права на существование, потому что Бог сотворил мир для благостного существования. А если кто-то не придерживается этого пути, то он как бы бросает вызов Божьему замыслу. Мы уже с вами обсуждали, что хотя друзья Иова спорят с ним, и правда на стороне Иова, в диалогах и в монологах его друзей содержится очень много истины, правды. Поэтому эти диалоги, они тоже нас научают чему-то. Как у нас у русских говорили, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты сам. И если сам Иов – это действительно пророк Божий, очень мудрый человек, то и, соответственно, друзья его. И Вилдат продолжает свою речь, прочитаем 5, 6, 7. «Да, свету беззаконного потухнет, и не останется искр от огня его. Померкнет свет в шатре его, и светильник его угаснет над ним. Сократятся шаги могущества его, и не зложит его собственный замысел его». Вот последняя мысль, очень интересная. «Не зложит его собственный замысел его». То есть человек даже на краю гибели может иметь какие-то замыслы, но, может быть, эти замыслы нашептал тебе дьявол. Как один московский священник, отец Василий Калашников, он однажды мне рассказывал мнение одного старца, что когда человек умирает, дьявол напоминает те грехи, которые ты забыл исповедовать. Помните, как в фильмах иногда показывают, человек умирает, и там вся жизнь проносится перед глазами. Обычно в фильмах показывают какие-то радостные моменты в жизни человека. На самом деле все наоборот. Дьявол прокручивает кино с компроматом на нас, и рядом нет священника. У кого ты будешь исповедоваться. То есть последний удар может быть самый крепкий. Поэтому вот седьмой стих сократятся шаги могущества его, то есть человек дряхлеет, и низложит его собственный замысл его, то есть сам мысленный процесс. Ибо он попадает в сеть своими ногами, и по тене там ходить будет. Самое страшное – это феки дьявола. Вот такие феки он будет подсовывать нам. Самый тяжелый, самый неудобный момент. Как бы сетями своими он опутает наши ноги, то есть движение души. Придется нам двигаться по неким тенетам. Петля зацепит за ногу его, то есть за ногу человека, и грабитель уловит его. Грабитель – это дьявол. Скрытно разложены по земле силки для него, то есть для каждого человека. Дьявол ставит свои ловушки. И западни на дороге. Дьявол знает, какой капкан и на кого ставить. Как охотник, если он охотится на медведя, это совсем другой капкан, чем нежели, если он охотится там на лисицу. Скрытно разложены по земле силки для него и западни на дороге. Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставлять его бросаться туда и сюда. Вот эти ужасы тяжелого положения, то, что называется паника, конечно, это недопустимо. Потому что через ужасы люди бросаются туда-сюда, то есть падают в крайности в своих суждениях, в своих словах и в своих поступках. И истощится от голода сила его. Обычно голод в Писании – это эфемизм, который указывает на нехватку духовных знаний. истощится от голода сила его. И гибель готова сбоку у него, то есть рядом со всем. Съест члены тела его, съест члены его первенец смерти. То есть первенец смерти, то есть это самое ужасное, что может преподнести смерть, потому что первенцы – это крепость. И вот все ужасы смерти, они обрушатся. Изгнана будет из шатра его надежды его. То есть она умирает вместе с умирающим. И это низведет его к царю ужасов. Царь ужаса, который имеет первенца смерти, ангела смерти. Это дьявол. Он – царь ужасов. Он пугает нас. Причем он всегда это делает для того, чтобы из одного страха мы впадали бы в другой страх, и чтобы от страха рождались необдуманные действия и суждения. Сначала суждения, потом действия. Изгнан будет из шатра его надежды его. И это низведет его к царю ужасов. Поселится в шатре его, потому что он уже не его. То есть шатер – это и тело человека. И эта боль, эти ужасы, они уже поселились через царя ужаса. И это уже не наше тело. Жилище его посыпано будет серою. То есть человек уже получает возмездие страшного суда. Блаженный Августин в своем трактате о Граде Божьем, это очень большая работа, пишет, «Хорошо иметь в сердце любовь, но не к самому себе, что является верным признаком гордости, а к Господу, что есть признак повиновения, принадлежащего только смиренным. есть смирение нечто такое, что удивительным образом возвышает сердце, и есть нечто в гордыне, что сердце принижает. Таким образом смирение возвышает, а превозношение тянет вниз, ибо смирение делает покорным высшему, то есть Богу, а превозношение, отпадая от вышины, принижает». Поэтому в настоящее время в Граде Божьем и Граду Божию, странствующему в этом мире, прежде всего рекомендуется особенно прославляться в лице их Царя, который есть Христос. Смирение – это то, что мы видим во Христе. Противоположный же этой добродетели порог гордыни по учению Писания господствует в противнике Его, то есть Христа, в дьяволе. В этом и заключается величайшее различие тех двух Градов, о которых мы говорим. Один из них – общество благочестивых, другой нечестивых, тот и другой с соответствующими ангелами, и в первом главенствует любовь к Богу, а во втором – любовь к самому себе. Почему мы прочитали эту статуи из Августина? потому, что есть такая проблема – эгоизм собственной боли, эгоизм собственной беды, эгоизм собственного умирания. когда человек хочет, чтобы все бегали вокруг него. Но если смерть – это такой важный момент, как сказано в Писании, «В чем застану в том и сужу», то давайте проявлять смирение, любовь, кротость. Именно в этой последней схватке силами зла дьявол, он сеет страхи, он – царь страха, он хочет опрокинуть нас в состояние паники, отчаяния, от которого родится уныние. Но мы не должны терять надежду. И там, где все видят мрак и небытие, мы видим любящего нас Христа. И когда сияние этой жизни погаснет, мы верим, что мы войдем в свет вечной жизни. 16-17 стихи 18-й главы книги Иова «Снизу подсохнут корни его и сверху увянут ветви его», то есть такого человека, который потерял надежду, отчаялся, уныл, «память о нем исчезнет с земли и имени его не будет на площади». То есть никто не вспомнит о нем, хотя он, когда был здоров, каждый день ходил по этой площади, его не стало, все, его забыли. Далее. «Изгонят его из света во тьму и сотрут его с лица земли», в смысле того, чтобы память о нем прекратится, ни сына его, ни внука не будет в народе его, то есть рано или поздно они тоже уйдут, «и никто не останется в жилищах его, одни его ужаснутся потомки», если кто-то вдруг вспомнит, а кто может вспомнить, потомки, родственники, только они, «и современники будут объяты трепетом», те, которые это видели, современники, «таковы жилища беззаконного и таково место того, кто не знает Бога». Блаженной памяти Ирей Даниил Сосоев пишет, «таков ответ Вилдата, сначала Вилдат возмущается тем, что Иов продолжает выступать против несправедливости, которая с ним произошла и таким образом унижает друзей». Здесь у Вилдата, как у Элифаза раньше, взыграло чувство собственного достоинства. Он говорит, что слова Иова необдуманные и что он своих друзей считает за животных, заставляет их быть униженными в собственных глазах. Это опять-таки проявление гордыни, которое делает людей совершенно невосприимчивыми к чужому горе. Они пришли утешать, но в результате они причиняют боль тому, которую пришли утешать. И каждый находит свои аргументы, чтобы побольнее ударить Иова. Итак, сегодня мы сделали обзор 18-й главы книги Иова. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем делать обзор 19-й главы этой книги. Иова 19-й главы Продолжение следует...